я вас приветствую в 8 части своего обучающего видео курса по ирзианскому языку спасибо тем кто меня смотрит и спасибо также тем кто решил просто пролистать и так я еще раз вам напоминаю что если вам нравится этот курс вы можете мне облагодарить деньгами в частности например скинуть мне деньги на патреон либо на крипто кошелек ссылки будет внизу в описании и так наше рассмотрение по традиции мы начнем с такой темы как просто рассмотрение некоторых очень важных слов из которых мы конечно можем построить урок но это будет как-то криво косо непонятно итак первое слово которое мы расходим это будет слово узкомс точить-втаскивать в чем его особенность пожалуйста не путайте его с вот этим словом уксомс узкомс и уксомс уксомс означает плевать уксомс означает точить-втаскивать я прошу прощения если кто-то решил смотреть на видео задаст как он забитым и зовут далее еще одно слово есть и темс лезь внедряться вторгаться но это означает не лезть на что-либо наверх допустим на гору и так далее это значительно перлить в том торгаться в дом или кому-то там в гости и так далее это будет этим если мы хотим сказать именно лезть куда-то на гору туда мы говорим слово кузинс лезть на что-либо ну смотрим дальше следующее слово ваш штабс смотреть утопс класть но если мы что-то перебросаем то там говори слова каэс далее если мы к слову каэс добавим возвратный суффикс то нас получится слова каяус нападать ты засловно бросаться ну и дальше рассмотрим слова которые связаны с положением человека озамс означает сесть стямс означает встать ну дальше а как же нам выделить например он сидит или он стоит она мы используем такие конструкции позаду аж темс и стяду аж темс озаду аж темс это сидеть стяду аж темс это стоять на самом деле вы такие конструкции встретите редко потому что ильзиане просто говорят аж темс без указаний на то сидит или он стоит и они используют реконструкции если именно надо подчеркнуть что именно сидит или он именно стоит ну а так в принципе вот этого слова достаточно ну и дальше пару слов связанных с покупкой продаж насчет купить это у нас будет рамамс и продать это будет минс и так друзья сейчас мы рассмотрим собственно главное блюдо данного урока это направительные и вносительные падежи да мы рассмотрим их вместе потому что очень часто те кто начинает изучать язык не понимают чем эти два падежа друг от друга отличаются отличие есть и мы сейчас вместе с вами сразу рассмотрим рассмотрев эти два падежа одновременно и так значит направительный падеж по иртинански называется моли магниоти и он отвечает на вопрос ку куда а в носителе падеж называется путь не магниоти и он отвечает на вопросы кис в кого месяц во что и коза куда в чем же между ними разница разница в том что этот падеж он указывается на направлении куда-то движение относительный он именно указывает что мы что-то ставим внутрь чего-то именно помещаем внутрь ну и давайте теперь рассмотрим пройдем значит у направителя падежа пройдем очень нехитрое во всех случаях у нас польза просто буквы то есть мы добавляем в носителям подержи картина другая давайте неопределенная форма единственного числа будет с определенная значит здесь есть две формы единственным числе у нас будет зонть либо нтень вот нтень на самом деле она достаточно сильно распространена зонть в принципе можно так говорить но вот эта форма она все-таки более распространена если вам нужно числе это у нас такая же картина соответственно у нас есть форма нес и тмений то есть по сути тень и тмений это тоже самый дательный падеж мы используем здесь форму дать вам придержать но в принципе такая форма тоже присутствует также можете встретить встретить ну и давайте теперь рассмотрим примеры значит модулян кудоу я иду домой то есть означает сторону дома но мы не можем сказать мулян кудоу то есть иду в дом по-ярзянски так не говорят только мулян кудоу если например вхожу в дом то сован кудоу вот собственно сован кудоу я вхожу в дом так можно а так нельзя дальше верят он кудоу я возвращаюсь домой и узкие кудоу я затащил в дом или того соответственно обратите внимание по-русски я не просто так дал мне слово дом по-русски она так и будет переводиться я иду домой е то есть не в дом а именно домой вот это именно отношение этого направления второго дома то есть не в самом дом не внутрь дома именно сторону дома и собственно возвращаешь домой это тоже означает иду вот в сторону дома то здесь подразумевается именно это отношение а что у нас на стиле подяжем ваш кудоу я загляну в дом то есть это именно я смотрю внутрь дома и митян кудоу я лезу в дом то есть опять же я строгаю внутрь дома именно внутрь не в направлении дома а именно внутрь вот в этом основная разница между направительным и вносительным падежом ну и дальше рассмотрим еще несколько примеров вот опять же вот эта форма и всем понятно как же когда же использовать ну например если вы хотите сказать например я добрался до дома дошел до дома и так далее то вы говорите так почти день кудоу тень вот видите эту форму тень она как бы но она явно имеет какой-то недательный характер это не дать они поделись но однако она встречается в этой конструкции то есть это как раз и есть вот этот самый относительный падеж хотя казалось почему но вот так вот употребляется то же самое слово сын мы говорим например сын там допустим солнце факс мы говорим сын тензе то есть это означает он пришел к нему то есть к нему будет родиться как тензе в этом разница и так друзья давайте теперь рассмотрим как же склонять носительный падеж по лицам и так как же по ирзиански сказать в мой дом по ирзиански это будет участь как кудо зон у вас наверно из прошлого слайда возник вопрос почему у нас падеж как удоз а мы его споняем как кудо зонти или кудо зон соответственно ну смотрите если мы скажем кудо сон то это будет начать в моем доме то есть это местный падеж здесь происходит такое изменение кудо зону запомните это очень важно не путать эти два падежа местный и вносительный ну и дальше смотрим в твой дом это будет нас кудо зонт в его дом это будет кудо зонт в наш дом кудо зонт в ваш дом это кудо зонт и в их дом это кудо зонт это у нас были классные заднего ряда как же классный переднего ряда с классный переднего ряда работаем так значит в моё село вели зэнни обратите внимание кудо зонт и вели зэнни здесь смягчается опять же по гармонии класса дальше в твою село вели зэть в его село вели зэнни в наше село вели зэнни ваше село это вели зэнг и вели зэс это в их силу ну давайте теперь рассмотрим такой вопрос можно ли вносительный падеж заменить каким-либо послевогом да такой послевог есть это послевог эйс соответственно слово кудо зонт это тоже самое что и кудо зонт эйс кроме того этот послевог можно прослонять по лицам давайте попробуем значит в меня по-рисански будет эйзэнь или эзэзэнь я здесь написал если кому-то неудобно читать такую запись вот в такой записи может быть вам будет более понятно дальше эйзэть в тебя или эзэзэть опять же дальше мои любимые в него эйзэнзэ или эзэзээнзэ вот еще раз прочитаю если кто-то не понял эзэзэнзэ эзээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Дальше, эйзэнг, вас или эзэзэнг. Или, соответственно, в них эйзэст или эзэзэст. Надеюсь, что вы не слушали Лайс-Абратики, вместо того, что слушать меня. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим такую все-таки достаточно широкую тему, как послелогия, образованная с помощью латива и латива. Латив – это, соответственно, направительный падеж, а латив – это вносительный падеж. Ну, собственно, те, кто следили за английской версией, я думаю, это поняли. И начнем рассмотрение с такого послелога, как послелог отц. Он означает «внутрь чего-либо». Вот, видите, мы человеческого помещаем внутрь. Ну и давайте рассмотрим пример. СОВАН КУДЕНТ ОТС. Я обхожу внутрь дома. У вас может возникнуть вопрос. Зачем нам еще один послелог, когда у нас есть нормальный послелог ACE? На самом деле, в данном случае это действительно так. Мы можем поставить и POTS, и ACE. То есть, в данном случае особо разница не будет. Но POTS – это именно мы делаем упор на то, что мы именно внутрь ставим. Внутри он будет стоять. Потому что ACE – он какой-то более, знаете, общего характера. А POTS – это именно внутри. Это прямо вот внутри чего-либо. То есть, у нас есть какое-то закрытое пространство, и мы его помещаем. Тогда мы используем POTS. То есть, это именно упор на то, что он будет внутри стоять. Вот. Далее. Следующий послелог – LANGS. Он означает «на что-либо». Как мы помним, вот эта часть означает поверхность LANGS. Соответственно, LANGS – это «на поверхность». И вот опять же у нас человечек, он у нас помещается вот на эту поверхность. Ну и давайте рассмотрим пример. TIGSHEIT LANGS – PISIMEVALY – означает «дождь и льёт на траву». Ну и дальше, следующий пример. CORIAS – согласно или по чему-либо. Ну вот мы видим, человечек что-то рассказывает нам лунное. Вот. И он держит в уме вот этот вот документ. Значит, откуда идёт вообще после его CORIAS? Он идёт от слова CORN, которое означает «характер». Т.е. это означает «в характер», условно. Ну и, соответственно, он означает «согласно чему-либо». Ну и давайте рассмотрим пример. «МЕЛИН ЗЕ КОРИАС КУДУ СПЕКФАРУ». По его мнению, долг очень хороший. И вообще говоря, запомните, вот этот вот после его, он очень часто используется не только в таком назначении, но ещё и, например, опять же, по чему-либо или, ну, например, по делам чего-либо. Оно также будет использовать слово CORIAS. И заметьте ещё также, что все эти после-логи требуют родительного поддержания. Т.е. соответственно, у нас получается «СОВАН КУДОНТЬ ПОЦ». Т.е. КУДУ мы ставим его в родителей поддержки. И у нас получается, соответственно, «СОВАН КУДОНТЬ ПОЦ». Я просто смотрю сейчас в окно, потому что они тут красивые девушки. Мне нравится на них смотреть. Значит, далее. Также «ТИКШЕНЬ ЛАНГС». «ТИКШЕ» – это «ТРАВАТ». То есть, «ТИКШЕНЬ ЛАНГС». Вот опять же, у нас здесь образуется родительный поддерж. И дальше. «МЕЛИН ЗЕ КОРИАС». «МЕЛИЗЕ» – это его мнение. «МЕЛИН ЗЕ» – это родительный поддержку. «МЕЛИЗЕ». «МЕЛИН ЗЕ КОРИАС УДУ СТЕПАРУ». Следующий поселок нет. Пока что «КИС» давайте оставим в стороне. Рассмотрим вот этот поселок. «ТУРТУ». Он означает «ДЛЯ ЧЕГОЛИВО». Или «ДЛЯ КОГОЛИВО». Соответственно, давайте рассмотрим пример. «СОНЗЕ ТУРТУ» – «ТЕ ПАРО ТАРГОС». Для него это хорошее место. Ну и давайте объясню вам, откуда вообще идет этот поселок. Значит, «ТУРТА» – это древнее динамское слово. Оно сейчас самостоятельно не используется. Оно используется только в таком виде, только в виде поселога. «ТУРТА» – это означает «Благоденствие», «Состояние» и так далее. То есть «В его состояние», «В его благоденствие». И далее мы рассмотрим такой поселок, как «КИС». Все-таки мы до него направились. Это означает «РАДИ КОГОЛИБО», «РАДИ ЧЕГОЛИБО», «ЗА КОГОЛИБО», «ЗА КОГОЛИБО», «ЗА ЧТО ЛИБО». Пожалуйста, не путайте эти два поселога. Сейчас я объясню, в чем между ними разница. Значит, давайте рассмотрим просто пример. «ТЕВЕН ЗЕ КИС» – «МЕРЕН СУД ПРЯД». «ЕГО ДЕЛА» – «ГОВОРИ СПАСИБО». И что мы видим? Ну, во-первых, «КИС» – какая у него этимология? Это идет от слова «ДОРОГА». То есть «В дорогу», «В чью-то дорогу». «ТЕВЕН ЗЕ КИС» – «ДОРОГА ЕГО ДЕЛ», «ГОВОРИ СПАСИБО». «ГОВОРИ СПАСИБО». Ну, то есть дословный перевод будет таким. Но это, естественно, не прямой перевод, потому что это означает именно ради кого-либо, ради чего-либо. Теперь. Самый важный момент. Как не перепутись эти два вкуса лога? Смотрите, вот этот человечек, он стоит прямо на коленях. Перед этим, ну, типа, вот тебе, держи. И что-то ему дарят. Ну, пускай-то будет кусок хлеба. Вот. Вот этот человечек сделал этот хлеб для него. Тут он. А этот за этот хлеб, за этот хлеб, который тот для него сделал, говорит «Спасибо». То есть, вот видите, сначала этот, «СОН ЗЕ ТУРТУ ТЕЙ». А вот этот уже, «СЕМ ИС МЕРИ СЮТ ПРЯТ». Понимаете, да? То есть, он за этот хлеб, вот этот человек за этот хлеб, который для него был сделал, говорит «Спасибо». Вот, пожалуйста, не путайте эти два вкуса лога. Это очень-очень важно. Ну и дальше. Надо также иметь в виду, что все эти вкуса логи, вот эти вот все, их можно совершенно спокойно склонять по лицам. Соответственно, «КОРЯ ЗОН ЗУ» означает согласно ему, «ЛАНГУ ЗОН ЗУ» – на него, и «КИ СЕН ЗЕ» – ради него. Но на этом постулоге не заканчивается. Давайте мы рассмотрим еще несколько постулогов, которые по своему значению очень близки, но все же между ними есть определенная разница. Ну, давайте мы их рассмотрим. Первый постулог здесь будет – это «ВАКС», близок чему-либо. Ну, смотрите, вот у нас человечек стоит, и вот этого человека мы стоим близко к нему, сюда. И давайте рассмотрим пример. «СОН ОЗАС ТИТЯН ЗУ ВАКС» – он сел возле своего отца. Но есть еще один постулог. «ВИТС» – он означает «к чему-либо». Казалось бы, один и тот же постулог, зачем нам два? Ну, давайте рассмотрим. Вот у нас домик условный, и вот человек приходит прямо близко к своему дому. Ну, соответственно, пример. «СОН ПАЧКОТЬ КУ ДОНЗУ ВИТС» – он пришел к своему дому. Ну, подошел к своему дому и так далее. То есть добрался до своего дома. В чем же разница? Разница в следующем. «ВИТС» – это означает «до чего-то». А «ВАКС» означает «к чему-то». То есть в русском языке аналогом будет «он подошел к своему дому», а здесь «он дошел до своего дома». То есть разница. То есть, по сути, в принципе, это достаточно близкие по смыслу, по слоге. Но разница между ними все равно есть. Допустим, мы не можем сказать, например, «СОН ОЗАС ТИТЯН ЗУ ВИТС». То есть это бы означало, типа, «ОН СЕЛ ДО СВОЕГО ОТЦА». То есть мы можем сказать «ОН ПРИШЕЛ ДО СВОЕГО ДО СВОЕГО ДОМА», но мы не можем сказать «ОН СЕЛ ДО СВОЕГО ОТЦА». Мы не можем так сказать. Поэтому здесь у нас «ВИТС», а здесь «ВАКС», а здесь «ВИТС». Есть еще один после «ЛОК». «ЙОЖУС». Он означает «вплотную к чему-либо». Это ощущение близости. То есть это не просто близко, это прям совсем вот так вот. Так что прям близко, вот так вот. Вплотную. Ну и давайте рассмотрим тебе пример. Значит, есть такое выражение в языке «САК ЙОЖУЗУ». Значит, у него есть два значения. Одно из них как бы «Ну, просто подойди ко мне», то есть вот так вот, чтобы я тебя вот так вот видел буквально. Вот. А второе. Оно используется во многих деревнях в таком значении. В некоторых деревнях, скажем, мягче. Значит, давно означает следующее. «Давай проведем это время вместе». «Давай проведем это время вместе». То есть это интеллигентное приглашение, скажем так, как бы это выразить. Ну, короче, провести время вместе. Вот именно так, что с любовью уже называется. С любовью. С любовью. Вот так вот обозначим это. Вот. Ну, и следующий послевок – это послевок «Экшс». Он означает «За что-либо» или «За кого-либо». Ну, вот у нас человечек, и вот он находится за этой поверхностью. Соответственно, это, может быть, не поверхность, это может быть что угодно. Ну, и давайте рассмотрим. «Озатану моргань Экшс». «Моргань Экшс» означает «Садимся за стол». Ну, и следующий пример. «Тетерес лиси тёрент Экшс». «Девушка выходит замуж за парня». То есть здесь именно садимся за стол. То есть за стол буквально. Вот у нас стол, и вот мы за ним. А здесь «За муж», то есть «За парня». «Девушка выходит за парня». Да. Значит, далее. Следующий послевок – это «Перел». Он означает «В сторону чего-либо». То есть вот у нас человечек, и он идет в сторону вот этого парня. «Квадратика», то есть «В сторону». И, соответственно, пример. «Со муа ли кянь шэть перел». Он идет в сторону двери. И следующий послевок – это послевок «Таркас». Означает «Вместо чего-либо». Ну, вот у нас, соответственно, человечек. Он думает, что это будет пареньок. А появляется девушка. Ну, соответственно, пример. «Тетери Таркас Чарльз Тюриня». «Вместо девушки, как превратился мальчик». Вы, наверное, можете спросить, почему меня все с маленькими улыбаются. А чего вы здесь? Ну и дальше рассмотрим нашу любимую тему, которая любится нам уже чуть ли не с трех уроков. Это, да, «Благодаря» – это объектное спряжение. В этот раз мы будем рассматривать первое лицо единственного веносного числа. Итак, давайте смотреть. Значит, в настоящее время. Как сказать «Ты меня знаешь»? По-вязиански это будет «Тон Сода Самак». Можно так сказать «Он меня знает». «Сон Сода Самама». «Вы меня знаете» – это «Ты Сода Самись». И «Они меня знают» – это «Сынь Сода Самиси». Как видите, формы для «Ты Сынь» и «Сынь» – они совпадают. А как сказать, для того случая, если у нас идет обращение к нам. Форма для всех местонения одинаковая. «Тон» – «Сон» – «Ты Сынь» – «Ми Ек Сай Самиси». То есть «Тон Сать Ми Ек Сай Самиси», «Сон Ми Ек Сай Самиси», «Ты Ми Ек Сай Самиси», «Сынь Ми Ек Сай Самиси». Перевод соответственно «Ты нас берешь», «Он нас берет», «Вы нас берете» и «Они нас берут». Эту форму также можно перевести, как «Ты нас возьмешь». Это такой небольшой тизер к будущему уроку, потому что это очень важный момент ирзианского языка. И, пожалуйста, не пропускайте следующий урок, потому что там будет объяснено, почему иногда через вот эту форму можно брызгнуть в будущее время. Это очень важно, очень-очень важно. Но будет следующий урок. Итак, а мы с вами рассмотрим теперь прошедшее время. Как сказать по-рязански «Ты меня узнал». Обратите внимание, не «Ты меня знал», а «Ты меня узнал». Опять же, мы можем узнать следующий урок. Как сказать по-рязански «Ты меня знал», то есть «Когда-то там знал». Это все мы будем рассматривать. Значит, «Ты меня узнал» — это у нас «ТОН СОДЭМИК». «Он меня узнал» — это «СОН СОДЭМИМ». «Вы меня узнали» — это «СЫН СОДЭМИСИ». И они меня узнали «СЫН СОДЭМИСИ». То есть, опять же, для «Ты» и «СЫН» форма совпадает. Ну и теперь давайте рассмотрим также второе лицо множественного числа. Вот. Потому что я в прошлом году пообещал, что я рассмотрю. Но раз пообещал, значит, надо выполнить. Мужик сказал, мужик сделал. Значит, давайте. Я вас беру «МОН ТЫНГ СОРИТЯДИСИ». А я вас взял, соответственно, в прошедшем времени. Это у нас «МОН ТЫНГ СОРИТИСИ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова